Добрый вечер, уважаемые друзья, коллеги, партнеры, инвесторы проекта компании Skyway Capital. Если меня слышно и видно, хорошо, дайте мне, пожалуйста, обратную связь, потому что сегодня комната у нас новая. Настройки только сейчас, скажем так, были произведены. Хрипит. Так, хрипит. Может я хриплю, а не микрофон. Вот. Я немножко отодвинул, микрофон лучше стало, нет? Если все нормально, поставьте плюсы. У нас не так много сегодня, но, тем не менее, есть люди, которые пришли на вебинар. Вебинар у нас сегодня касается тематики, что и где находится в рабочем кабинете, в личном кабинете партнера компании Skyway Capital. У нас сегодня будет целая череда новостей, кстати. Если вы досидите до конца, как мы говорим, если вы проведете это время с пользой, зададите свои вопросы, то в конце данного вебинара я сегодня озвучу несколько новостей. Наверное, важных, интересных. Вот. Поэтому тот, кто добудет до конца, будет вознагражден. Итак, коллеги, а есть ли среди вас те, которые не совсем знают, что и где находится у нас в личном кабинете? Не стесняйтесь поставить минусы, если таковы имеются. Ничего страшного в этом нет, потому что, в принципе, всегда мы чему-то учимся. Всегда для нас что-то может быть новым. Если вы недавно стали инвестором в нашем проекте, то, по сути дела, научиться находить информацию в личном кабинете достаточно просто. Мы с вами сейчас все это дело проделаем. Я вам открою экран. Такая функция реализована в комнате Мерополис, в которой у нас проходит вебинар сейчас. Сейчас я нажимаю кнопкой поделиться экраном. Это займет небольшой промежуток времени, пока прогрузится программа. Как только она загрузится, я нажму, поделиться экраном, и мы с вами сразу перейдем к делу. Всех, кстати, хочу поздравить с прошедшим праздником. Это День защитника Отечества в Российской Федерации. Это называется либо праздник мужчин, либо праздник тех, кто считает себя мужчиной. Потому что огромное количество женщин у нас выполняет огромный объем мужской работы. К сожалению, так устроено. Женщины есть военнослужащие. Либо это когда-то называлось Днем рабочей крестьянской Красной Армии, Днем Советской Армии. В общем, с прошедшим этим праздником поздравляю всех. Желаю всем крепкого здоровья, настроения отличного. И прошу поставить плюсики, если у вас началась трансляция моего рабочего стола. Предполагаю, что трансляция должна была пойти. Пошла, да? Хорошо, тогда мы сразу с вами переходим в раздел личного кабинета на главную страницу. Вот именно так она отражается, когда вы заходите по своему логину, который вы указали при регистрации и паролю в личный кабинет партнера компании SkyWay Capital. Давайте сразу разберем эту страничку. Что важно, не так давно появилось у нас на сайте, в личном кабинете появилась кнопочка, видите, называется «Позвонить сайта». Любой человек, теперь находясь в разных городах, в разных странах, неважно где он находится, если у него есть выход в интернет, то он может обратиться к нам в Москву в службу технической поддержки, либо вводим информационной поддержки, которая у нас находится в Москве. Нажав на кнопочку «Позвонить сайта», у вас загрузится вот такое вот окошко. Вам предложат разрешить доступ к использованию микрофона. Если вы разрешите доступ, то пойдет вызов. Я сейчас этого делать не буду, чтобы не отвлекать специалистов нашей технической поддержки и отдела информационной поддержки. Одно хочу напомнить, что возможность позвонить нашим менеджерам, которые работают в отделе АИП в Москве, она у вас есть с 10 до 19 часов по московскому времени. В остальное время звонок переводится, как правило, у специалистов технической поддержки. Кстати, сразу же, здесь в правом нижнем углу личного кабинета, вот видите, написана иконка, тут ее не очень хорошо видно, из-за того, что баннер маленький, что идет трансляция рабочего стола, но вот напишите нам, если мы на него кликаем, открывается вот такое окошко, такое же окошко есть непосредственно на страницах сайта нашего компании Skyway Capital, и здесь фраза «Введите сообщение», нажмите Enter. То есть вы можете сюда ввести свой вопрос, вы можете, скажем так, поздороваться и дождаться, пока вам ответит специалист технической поддержки, и начать с ним обсуждать сложившую ситуацию, которая у вас есть. Возможно, у вас есть какие-то вопросы к специалистам технической поддержки, а может быть, возникла ситуация, которая, скажем так, требует вмешательства специалистов компании Skyway Capital. Поэтому вы смело можете писать сюда информацию, которую хотите передать нам, и через специалистов технической поддержки, если они не смогут ответить на ваши вопросы, эта информация придет нам сюда в компанию, и мы уже будем разбираться в ситуации. Итак, коллеги, главная страница. Что мы на ней видим? Помимо того, чтобы позвонить сайту, у нас, как правило, если действует какая-то важная акция на начальном баннере при входе, написана важная информация. Сейчас здесь написано то, что с середины августа 2015 года любой зарегистрирующийся человек на нашем сайте получает подарок на премиальный счет 100 акций. Это происходит с каждым, кто регистрируется сегодня на сайте компании Skyway Capital по чьей-либо реферальной ссылке у тех людей, у которых появляется доступ в кабинет партнера компании Skyway Capital. Что мы здесь видим? То есть у нас здесь есть 4 вращающиеся панели синего цвета. На левой панели отображается состояние ваших счетов. Если вы только зарегистрировались в компании, никаких денежных средств еще не заводили, либо вам партнер не перебрасывал эти деньги, соответственно, у вас на основном, на бонусном, на акционном и на премиальном счете будет ноль. Если вы делали уже какие-то действия, если вы являетесь партнером активным по нашей партнерской программе, делитесь информацией, кто-то что-то покупает и так далее, соответственно, у вас будут какие-то цифры на бонусном счете, на акционном счете. Вы сможете в дальнейшем эти денежные средства использовать. Если мы подведем мышку, то панель перевернется, и здесь есть три шага. Вы можете нажать на кнопочку «Пополнить». Мы позднее разберем, как выполнять счет в компании Skyway Capital. Вы можете посмотреть историю транзакций здесь же, если уже что-то делали, и убедиться, что деньги, которые вы откуда-то либо вводили в кабинет, либо за что-то платили, там будет и номер операции, номер счета, если вы уже выполняли какие-либо операции. Вывод. Вы можете оформить заявку на вывод. Но прежде чем это сделать, вам нужно в разделе «Настройки банкинга» ввести данные своих электронных кошельков, которые позволяют вводить денежные средства на сегодняшний день из личного кабинета партнера компании Skyway Capital. Правая панелька, на которой написана ваша фамилия, имя и ваш статус по партнерской программе компании Skyway Capital. А также, сколько у вас, скажем так, процентов в плане движения по маркетинг-плану выполнено для того, чтобы получить следующую квалификацию. Здесь написано 72%. Раньше здесь были реферальные ссылки. Сейчас здесь написано, что ваши реферальные ссылки находятся в разделе «Инструменты партнеров». То есть, если мы кликнем на эту надпись, мы перейдем в раздел «Реферальных ссылок», в «Инструменты партнера» компании Skyway Capital. Далее, еще два вращающихся баннера, либо панели. Левая касается нижнего маркетинг-плана, либо партнерской вашей структуры. То есть, здесь написано, какое количество людей вами были привлечены в наш проект. И сумма личных инвестиций, которые вам удалось привлечь. То есть, благодаря вашей деятельности, какой объем денежных средств поступил в компанию Skyway Capital. Здесь есть возможность перейти в раздел «Статистика», маркетинг, то же самое, как с левой стороны. Мы позднее это тоже разберем. Далее. Здесь у вас отражается все, что вам и было проделано. То есть, какое количество акций вам и оформлено. И есть ли у вас рассрочка. Вы знаете, большинство из вас, кто присутствует сейчас на вебинаре, в курсе то, что у нашей компании есть инвестиционный инструмент с конца ноября месяца прошлого года. Это возможность приобретения акций в рассрочку. Сегодня, кстати, одна из новостей будет касаться непосредственно этого инструмента. Прошу бы к вам, напомните, пожалуйста, мне в конце вебинара, если вдруг я проговорю с вами какое-то время, забуду вам рассказать новости. Если несколько человек мне напомнят, будет очень здорово. Также здесь есть возможность перейти в раздел «Новостей», который можно отнести в разделе «Личного кабинета» к инструментам партнера. И в раздел «Инвестировать», то есть там, где вы сможете выбрать себе пакет акций, для того, чтобы их приобрести. И в дальнейшем стать обладателем части технологии, разработанной Анатолием Даровичем Яницким, стать совладельцем этой компании. И в итоге на выходе иметь, а вы знаете, предполагаемая цена отдельно взятой доли компании либо акций в 2017 году, это 1 доллар США. Ниже, опять же, у вас есть информация, сколько вам средств денежных привлечено в первом поколении, количество партнеров. И вот то, что у вас касается развития вашей партнерской программы. То есть сумма личных инвестиций указана, и сколько вам нужно добрать до следующей квалификации еще в процентах. Лично привлеченных партнеров первого уровня. И товарооборот первого поколения. То есть вы видите, он перевыполнен в полтора раза. И сколько привлечено участников для того, чтобы по маркетинг-плану перейти на квалификацию консультанта. То есть здесь их в два раза больше, чем в принципе необходимо. Далее. Последние изменения счета. То есть последние изменения ваших счетов указаны в табличке последние пять переходов в денежный средств. То есть за что они вам были начислены, какие операции вы проводили, отражаются на главной странице личного кабинета партнера компании Skyway Capital. То есть все достаточно наглядно, просто здесь достаточно большой объем информации, но разобраться в нем несложно. Дальше. У нас есть раздел, так называемый профиль. Вы видите, здесь вы можете загрузить фотографию. Как вы это сделаете, я вам сейчас покажу. Фамилия и имя ваше указаны. И здесь есть выпадающая панель. Если мы нажмем на значок треугольничек, мы можем нажать на выход, и мы тогда выйдем из личного кабинета. Мы можем перейти в раздел основных вопросов и ответов. У нас там есть, скажем так, ответы на целый ряд вопросов. И отсюда же мы можем перейти в профиль. Вот я нажимаю на профиль, который желательно заполнить. Насколько он будет заполнен, зависит от вас. То есть это уже тут никто вас не может обязать, заполнить все поля. Но тем не менее. Кстати, раздел профиля, вот он также есть здесь у нас в панели инструментов личного кабинета. То есть мы можем на эту синюю панель встать, выбрать профиль, и точно так же нажать персональные данные, то есть как мы здесь нажимали профиль. У нас сейчас сайт прогрузится, и мы загрузимся на ту же самую страницу. То есть видите, у нас, скажем так, целый ряд разделов личного кабинета дублируются в нескольких местах, чтобы вам удобнее было переходить. Здесь также, видите, дублируется информация, что ваши реферальные ссылки находятся в разделе инструменты партнера. Мы с вами позже это все разберем. И информация в вашем профиле, ваш ID, который вам присылается при регистрации. E-mail и телефон – это те данные, которые вы обязательно указываете при регистрации в личном кабинете нашей компании. Если эти данные, скажем так, вы не подтвердили еще, вот недавно зарегистрировались, они будут выделены красным цветом, и под ними будет такая кнопочка «Подтвердить». Если вы будете подтверждать электронный адрес, вы нажимаете «Подтвердить», вам на почту приходит письмо со ссылкой, и в нем будет написано, что если вы регистрируетесь на сайте такой-то компании, пожалуйста, подтвердите свой профиль. Нажимаете на эту ссылочку, и у вас ваш электронный адрес здесь становится синим цветом, то есть вы прошли процедуру аутентификации, идентификации, то есть в соответствии тому, что вы указали, тем данным, которые есть на самом деле. По поводу телефона, раньше у нас возникали кое-какие сложности, сейчас в принципе дублируется информация для подтверждения телефона, по-моему, и на почту, и на телефон. То есть вы можете подтвердить свой телефон. Дальше здесь стоит галочка, вы видите, да, информирование о реферальных начислениях. Вы можете галочку убрать, если вы просто являетесь инвестором, не собираетесь строить никакой партнерской программы, а такие люди у нас есть, и их достаточно много, и вам не нужны, скажем так, лишние сообщения на ваш мобильный телефон, как некоторые считают, вы эту галочку просто берете и снимаете. Если вам не нужна помощь от менеджеров, которые периодически осуществляют информационную поддержку наших партнеров, сообщают о новостях, информируют обо всем том, что происходит в нашей компании, вы тоже эту галочку можете снять, и вас после этого никто не будет беспокоить. Вы можете находиться в нашем проекте как крупный инвестор, как рыба молчаливая, никому ничего не говоря, радуясь тому, что через короткий промежуток времени у вас будет большой-большой пакет акций, вы станете успешным и богатым человеком, а потом будете ходить по этой планете и показывать свой длинный язык, говорить, смотри, какой я молодец. А сейчас вы можете молчать. Дальше. Здесь указана информация о вашем спонсоре, информационном, который дал вам реферальную ссылку, фамилии, имя, скайп, телефон, электронный адрес. Указанным датой вашей регистрации, опять же, есть информация, скажем так, о количестве приглашенных людей вами непосредственно в наш проект. И последнее событие в личном кабинете, то есть время вашего захода в личный кабинет. Это тоже важная информация, потому что иногда кто-то, мало ли, у вас пароль ненадежный, вы заходите, четко помните, что вы не заходили на протяжении, например, двух недель, а смотрите, сегодня там три раза кто-то лазил по вашему кабинету. Это сигнал к тому, чтобы сменить пароль, как минимум. Далее. Дополнительная информация. То есть вы можете вписать свой скайп, второй телефон. Если у вас есть социальные сети, а большое количество сегодня людей зарегистрировано в различных социальных сетях, вы можете указать ссылки, ну, как минимум, на контакт, одноклассники, фейсбук. Если у вас есть твиттер, у меня, например, твиттера нет, я как-то вот не влез туда, волна эта мимо меня прошла, и сейчас что-то нет желания туда снова залазить. Вот, еще целый ряд соцсетей, куда приглашали. Но если вы посчитаете нужным, можете сюда ссылочку на твиттер вставить. И дальше нажать обязательно кнопочку «Сохранить», если вы какие-то изменения вносили. Ниже у вас будет еще дополнительная информация, которую вы можете сюда внести. Отчество, да, потому что при регистрации кабинета мы отчество не указывали. Дальше телефон, электронный адрес и место вашего проживания. Указывайте страну, город, регион, если у вас там какой-нибудь край, область и так далее. Адрес, дата вашего рождения. Если хотите, вы можете сюда вписать номер вашего и серию вашего паспорта либо того документа, который вы указали при регистрации или при оформлении, скажем так, сертификатов на акции, которые вы приобретали. Я свой помню наизусть. Для тех людей, которые не помнят своих номеров, вы можете это вписать. Как раз-таки для чего? Для того, чтобы, например, у нас, когда приобретаются пакеты акций компании Skyway Capital, потом необходимо подписывать договор. Чтобы у вас, скажем так, не было возни, мало ли вы паспорт с собой не носите, зашли в этот раздел, скопировали, вписали в нужный раздел при оформлении договора на купленный вами пакет и все отлично. Если вы сюда внесли тоже какие-то данные, вам необходимо нажать кнопочку «Сохранить». Эти данные будут сохранены. Вот это те данные, которые находятся в разделе «Профиль личного кабинета партнера компании Skyway Capital». Раздел «Помощь». Он достаточно простой. Если я сейчас нажму эту кнопку, высвечивается страница с нашим телефоном, с адресом электронной почты и подсказка, как войти в личный кабинет. Если у вас что-то не получается, соответственно, вы можете звонить, вы можете писать на саппорт. Это просто для информации раздел. Дальше профиль мы с вами только что разобрали. У нас есть раздел «Статистика». Мы были в разделе, рассматривали главную страницу. Давайте зайдем в раздел «События» в информационной панели слева и выберем раздел «Расписание вебинаров». Он у нас где-то здесь находится около месяца. Для чего мы это сделали? Опять же, для удобства наших инвесторов, потому что достаточно долгое время нам писали в техподдержку, обращались к менеджерам информационной поддержки в Москву. Наши партнеры говорили, что мы не знаем информацию, когда у вас какие вебинары будут. Нам письма не приходят, рассылка почему-то не идет. Некоторые при регистрации убрали галочки, не подумав, как раз-таки с раздела, что к вам будет приходить рассылка новостей от нашей компании. И, соответственно, эта рассылка приходить не может. И для того, чтобы вам была доступна информация по вебинарам, вот раздел «События», «Расписание вебинаров». И здесь вы можете посмотреть ведущих и вебинары в какое время. Вот сегодня еще будет два вебинара в 19 и в 20 часов. Их будет проводить Алексей Суходоев. И, по всей видимости, будет короткое включение Сергея Сибирякова. И также Лариса Артамонова. То есть, да, она сегодня, как она сказала, на страховке. А вообще у нее есть свой цикл, вы знаете, вебинаров, которые называются «Новое сознание для новых технологий». То есть, вот с расписанием, когда у нас устаканится Алексей Суходоев, Сергей Сибиряков и Лариса Артамонова, мы четко будем знать, что, скажем так, устоявшийся дуэт у нас будет проводить наверняка мероприятие по средам. А Лариса, возможно, выберет себе другой день, но тоже это будет видно уже в ближайшие дни. Завтрашний вебинар у нас будет видеть адресные проекты. В 13 часов и в 18 презентация будет. В пятницу в 13 часов партнерская программа. В 19 будет вебинар Григория Мирошниченко. И в воскресенье Александр Мунков будет проводить семейные встречи, как это он делает всегда. Итак, это раздел «Проведение вебинаров». Расписание вебинаров. Следующий раздел «Новости». Я вам кратко сказал, что он может быть отнесен к разделу инструментов. И, в принципе, это именно так. То есть, смотрите, последняя новость буквально сегодня, 24 февраля, у нас размещены как минимум две новости в личном кабинете сегодня, даже три. Потому что то, что я вам хотел сказать, я потом озвучу. Если вам новость понравилась, вы нажимаете «Читать далее». И у нас здесь, напротив каждой новости, есть кнопочки соцсетей. Если вы зарегистрированы в сети ВКонтакте, Facebook, Twitter, Одноклассники, либо «Мой мир», вы можете выбрать ту соцсеть, в которой вы зарегистрированы. У вас высветится такое маленькое окошко, либо панелька, где попросят ввести комментарий к этой новости. Вы пишете этот комментарий и нажимаете «Разместить». Данная новость размещается у вас на ваших страницах в интернете, в ваших социальных сетях. Ее могут, скажем так, прочитать ваши друзья, которые есть в списке, люди, находящиеся в тех же группах, что и вы. Если у вас есть там страница, либо что-то еще, группа, то есть в этой группе может размещаться эта новость, что очень важно. Люди увидят эту информацию, а к этой новости, которую вы отправляете в соцсети из своего личного кабинета, прикреплена ваша реферальная ссылка. То есть в случае перехода этих людей на сайт нашей компании, потом нажатие кнопки «Регистрация», если этот путь будет проделан посредством чтения вашей новости, переход на сайт и при этом переходе нажатие кнопки «Регистрация», это ваш реферальный партнер. То есть используйте данные инструменты, так как мы перешли к инструментам, давайте перейдем в раздел «Инструменты партнеров». Слева здесь второй, снизу у всех. Инструменты партнера у нас начинается, первый пункт – это план вознаграждения. У нас послезавтра будет мероприятие, посвященное разбору маркетинг-плана компании Skyway Capital. Здесь вы можете видеть описание маркетинг-плана, то есть какие условия присвоения квалификации, что нужно сделать, в каком виде вы получаете вознаграждение, на какие счета и в каком размере, и процент выплат с какого количества уровней. И с рисунком наглядным. Плюс ко всему, почему это можно назвать инструментом, здесь разъяснение для вас, но внизу есть две активные ссылочки. Если вы нажмете «Скачать описание маркетингов» в формате PDF, у вас будет текстовое описание данного маркетинг-плана. Если вы нажмете «Скачать презентацию маркетинг-плана», у вас будут скачаны слайды этой презентации, вы можете потом посредством своего ноутбука, компьютера, либо планшета, знакомить ваше окружение с маркетинг-планом компании Skyway Capital. То есть, если вы, скажем, считаете себя, ну не то чтобы способным, это, наверное, слово неправильно, но, скажем так, человеком, который легко может доносить информацию по маркетинг-плану, если вы в нем разобрались, то вы можете спокойно использовать эти инструменты и показывать людям, какой процент, какие деньги они могут зарабатывать, сотрудничая с нами. Это квалификация партнера, какую бы вы кнопку ни нажали, консультант, соответственно, у вас идет описание консультанта, лидер, мастер, эксперт. Ну, я вам всем рекомендую ознакомиться, во-первых, с информацией, да, что дает вам каждая квалификация, увеличение вашего дохода, как это может выглядеть, да используйте эти инструменты, которые я сказал, которые вы можете скачать, чтобы объяснять людям вокруг вас, что они могут помимо того, что стать обладателями большого пакета акций, и в будущем получить очень серьезный источник дохода, да, сейчас уже зарабатывать серьезные деньги. Раздел реферальной ссылки. Помните, да, в двух-трех местах мы с вами уже видели, что ваши реферальные ссылки находятся там-то, потом мы зашли в профиль, там тоже написано, для перехода, скажем так, к своим реферальным ссылкам, нажмите здесь, мы просто зашли в инструменты партнера, нажимаем реферальные ссылки, и у нас сейчас в личном кабинете есть четыре реферальные ссылки. Справа кнопочка «Скопировать буфер». Вы копируете именно ту ссылку, нажав на кнопку «Скопировать буфер», того, скажем так, интернет-ресурса нашей компании, на который хотите вывести человека, которому эту ссылку даете. То есть ссылки эти вы можете вставить в статус своего скайпа, вставить статус в соцсетях, да, вы можете отправлять сообщения друзьям в социальных сетях, вы можете по почте их отправлять, в скайпе отправлять людям и так далее. Ну, наверное, важно, чтобы вы не занимались просто огульным спамом, да, чтобы вы отправляли эту информацию, ну, наверное, в первую очередь тем людям, которые уже заинтересовались хотя бы чуть-чуть, чем вы занимаетесь, о чем идет речь и так далее. Если вы просто незнакомым людям, ни разу с ними не пообщавшись, да, просто шибанете эту реферальную ссылку, высока вероятность, что они вас просто возьмут, заблокируют, потому что, как правило, такие люди, скажем так, в общении для большинства неприятны. То есть люди хотят сначала, наверное, больше поговорить с человеком, узнать, что он из себя представляет, а потом уже, скажем так, пользоваться тем, что он может предложить. Вот. Понимаете, да? Поэтому лучше, скажем так, это делать все-таки с теми людьми, давать информацию тем людям, ну, с которыми у вас есть, по крайней мере, какое-то общение уже выстроенное, да, которые вас знают с близкими людьми. Вот. Ссылки, в принципе, вы можете давать после того, как ваш наставник, например, познакомил ваше окружение с информацией про проект компании Skyway Capital. Либо люди были приглашены вами на презентацию, которая вот у нас проходит по понедельникам и четвергам, они получили информацию, дальше, для более подробного знакомления вы можете дать ссылку на сайт компании, вы можете дать ссылку на лейдинг-инвестора. Вот. А если человек послушал презентацию, вам позадавал вопрос, его ответил, говорит, ладно, хорошо, я готов регистрироваться, копируйте сразу ссылку на форму регистрации в личном кабинете, давайте ему, пусть он регистрируется и дальше разбирается уже вместе с вами, вместе с нашим отделом информационной поддержки, то есть наши менеджеры с удовольствием помогут человеку понять, о чем идет речь, что это ему может дать, и потом помочь ему и осуществить покупку пакетов акций и так далее. Просто просьба такая, чисто человеческая. Если вы регистрируете людей, вы их знаете, постарайтесь им максимально объяснить вообще о нашем проекте и так далее. Даже если вы не так давно с ним знакомы, то есть вы можете сами сказать от себя два слова, эмоции передать, ролики какие-то показать и так далее, и так далее. Помочь нажимать кнопки, быстро научиться не бояться, потому что это большое подспорье для компании в том числе. У нас огромное количество времени менеджеры здесь тратят на то, чтобы помочь человеку, скажем так, купить пакет, но прежде они занимаются обучением его компьютерной грамотности. Бывают часами, чтобы купить небольшой пакет за 15 долларов, вместо привлечения больших сумм денег. Они по рукам только не могут ударить человека на том конце провода, но может это и хорошо, потому что у многих бы, наверное, руки были просто синие, а может быть они вообще бы пальцы не двигались, потому что очень долго происходит процесс покупки акций. Ну ладно, бог с ним. Третий раздел «Баннеры» в разделе «Инструменты партнера». Он в первую очередь предназначен для людей, которые как рыба воде в интернет-бизнесе, для людей, у которых есть свои блоги, сайты, сайты-одностраничники, то есть те страницы интернета, на которых можно разместить HTML-код. Баннеров у нас более 60, они разного размера. То есть вы можете выбрать тот, который вам понравится. Вот видите, я нажал на кнопочку, появился HTML-код в поле вот здесь. И вы можете потом разместить информацию с этим HTML-кодом. Главное выбрать, то есть вы хотите разместить, чтобы люди, нажимая на баннер, переходили на лейдинг-инвесторов или на официальный сайт. То есть если на лейдинг-инвесторов, соответственно здесь будет отражен HTML-код, при нажатии на баннер люди будут переходить на лейдинг-инвесторов. Если выберете официальный сайт, соответственно при нажатии на баннер люди будут переходить на страницу официального сайта. Опять же здесь, скажем так, в этом HTML-коде зашита ваша реферальная ссылка. Если при переходе на лейдинг-партнеров, например, человек ознакомился с информацией, нажмет кнопку регистрация, это ваш реферальный партнер. И в принципе баннеры это удобно, почему? Особенно для людей, у которых в интернете есть свои страницы. Потому что данный баннер размещен на вашей странице 24 часа в сутки, он моргает, у него там есть цветные картинки различные, он привлекает внимание. И люди могут, заходя на вашу страницу, может быть даже по какой-либо другой причине, может быть у вас сайт, который связан с приготовлением оленины, хоть с того, как она там 3 месяца была замочена, непонятно в чем. Люди, интересующиеся пищей, видят, моргает какая-то картинка, нажали, посмотрели про технологию Skyway, им понравилось, зарегистрировались. Вот таким вот образом. Поэтому эта картинка работает вместо вас, она стоит на вашей интернет-странице и привлекает внимание. Вы знаете, есть люди, падки на что-то такое яркое, красивое и так далее. То есть это все, что находится в разделе инструменты партнера. Далее. Профиль мы с вами уже разобрали. У нас есть раздел статистики, раздел инвестирования остались и раздел банкинга. Было, наверное, правильнее начать, точнее будет правильнее начать все-таки с раздела банкинга. В разделе банкинга у нас 6 пунктов. Первый из них транзакции. Нажимая на транзакции, то есть я вам говорил, если вы зашли в свой личный кабинет и вам не сделаны были еще никакие действия, вы не покупали никаких пакетов акций и так далее. Соответственно, у вас здесь будет все по нулям, будет пустой этот раздел. Сразу хочу добавить, что во многих разделах нашего личного кабинета дублируется вот эта информация, которую вы сейчас видите на странице. Состояние ваших счетов и предложение постоянное. Пополнить счет, вывести средства, перевести средства. То есть это сделано для вашего удобства. Итак, транзакции. Последние 10 перемещений денежных средств в вашем личном кабинете будут отражаться на странице в разделе транзакции. Если у вас много этих перемещений и движений, соответственно, здесь будет 5 страниц, 6, 10, 20. Если у вас активно работает партнерская структура и вам периодически осуществляются начисления, либо вы часто покупаете пакет акций, то есть эта вся информация отражается в разделе транзакции. Вы здесь можете видеть, то есть такого-то числа, такая-то сумма начислена, откуда, почему она пришла. Баланс счета, соответствующий после зачисления этих денежных средств, дата, время и откуда взялись эти денежные средства. Это для вашей информированности. Это удобно, согласитесь со мной. Кстати, те, кто считает, что это удобно, могут поставить плюсик. Вот, а я подожду. То есть я зашел посмотреть в комнату. Кстати, поставьте плюсики, если все, что я сейчас рассказывал, вам было видно, понятно и доходчиво, в конце концов. Приветствую, Светлана. Светлана у нас из Самары, если не ошибаюсь. Итак, коллеги, перехожу обратно в личный кабинет, двигаемся дальше. Так, это мы с вами рассмотрели транзакции. Теперь пополнить счет. Наверное, самым простым вариантом приобретения пакетов акций нашей компании, когда вы заходите первый раз в свой личный кабинет, ознакомились, приняли решить какой-либо из пакетов, было бы проще всего ввести вот сюда сумму, на которую вы хотите купить акции, там в долларах, неважно, 50-100 долларов, вы хотите купить пакет в рассрочку за 200, набираем здесь, ну, например, цифру 100, вот я сейчас пойду, нажимаю кнопку пополнить. Когда я нажал кнопку пополнить, у меня высвечивается на данной странице несколько вариантов, способов, как я могу ввести денежные средства в личный кабинет партнера компании Skyway Capital. Сразу хочу добавить, у нас буквально недавно, на прошлой неделе, я озвучил информацию на вебинаре, была сделана рассылка, благодаря нашим специалистам, работающим в офисе в Москве, в которой говорилось о том, что платежные системы, такие как Advanced Cash, Яндекс.Деньги, и ОКП, если не ошибаюсь, раньше у нас специалисты отдела, финнадела в ручном формате заводили денежные средства в кошельки, точнее, на счета в личном кабинете партнеров нашей компании. Сейчас это делается в автоматическом режиме, где-то в течение 1-2 минут средства появляются у вас на основном счете, либо оплачивается, скажем так, заказанный вами пакет акций, если вы напрямую сразу инвестируете, не заводя денег на основной счет. Мы это с вами еще разберем, но, в принципе, самый простой вариант, для того, чтобы не было каких-то сложностей вообще, вы выбираете пополнить основной счет, пишете сумму, и потом при помощи какой-либо платежной системы пополняете свой личный кабинет. Очень важной новостью стало то, что у нас на прошлой неделе была подключена система PerfectMoney. Так что те, кто люди, которые хотели ее использовать, а это в основном жители и партнеры нашей компании, проживающие в Европе и, скажем так, на территории огромного количества стран мира, это в первую очередь, скажем так, дальние зарубежья, если говорить о России, да, используйте, пожалуйста, данную систему. Итак, 100 долларов пополнить, я сейчас не буду этого делать, потому что, ну, чтобы не вводить в заблуждение специалистов нашей компании, но что самое интересное, в разделе банкинга, да, у нас есть, снизу второй пункт, называется выставленные счета. Вот даже то, что я ввел сумму 100 долларов и нажал кнопку пополнить, у меня сейчас в этом разделе отразится информация, что мне выставлен счет, да, вот он, номер этого счета, дата, время, да, ну, по Гринвичу у нас стоит, пополнение счета, была выбрана операция, описан тип операции, и то, что оплачено, ноль, и стоит счет на сумму 100 долларов, да, если вы таким образом сделали, и у вас сейчас нет денежных средств, и вы планируете оплатить, вы можете оставить данную информацию, потом нажать кнопочку оплатить, и у вас высветится опять список тех самых платежных систем, благодаря которым вы можете оплатить данный счет. Так как я этого делать сейчас не буду, я нажимаю кнопочку отменить, у меня спрашивают, вы действительно хотите удалить данный счет? Я говорю, окей. Вот если вы случайно нажали отменить, и у вас такой высвечивается, этот баннер, и вы решаете, вам нужно именно проплатить, а не отменить, то вы нажимаете там отмена, а не окей. Вот. Банкинг, пополнен счет мы с вами рассмотрели, теперь у нас есть заявки на вывод, на стройки нам нужно еще попасть, и перевод денежных средств. Давайте мы с вами рассмотрим все-таки перевод сначала, то есть у нас есть партнеры, которые активно развивают партнерскую структуру, да, то есть те люди, которые строят сети, это по-другому еще называется. И часто бывают ситуации, что они зарегистрировали какого-либо партнера, у него нет платежных систем, да, никаких еще, вот, и хотят успеть, например, до окончания какой-либо акции, соответственно, нужно срочно, да, вводить денежные средства в кошелек там и так далее, и так далее, не создавая кошельков. Вы знаете, что у вас есть денежные средства, например, на бонусном и на основном счету, да, а партнеру нужно купить там пакет акций за 50 долларов, то есть если у вас есть там на основном счете 50 долларов, вы вот здесь написано, где с основного счета пишите 50, видите, я 50 написать не могу, потому что у меня там такого количества денежных средств нет. Если там они у вас будут, здесь будет прописана сумма 50, вы можете, скажем так, 25 с основного, 25 с бонусного, например, чтобы было 50, да, если эти деньги есть на счету. Здесь в поле получатель вы вводите адрес электронной почты, он же является логином. Когда нажимаете найти получателя, если человек зарегистрировал, здесь будет высвечена фамилия, имя, отчество этого человека. Если такого человека нет, соответственно, вы деньги перевести не сможете. Но, когда вы введете адрес электронный, человека, которого вы зарегистрировали, в принципе, вы могли это сделать только что, он вам может даже в руках сжимая деньги, отдает живьем деньги, вы ему переводите денежные средства своего основного, либо бонусного, либо с того и другого счетов в его личный кабинет, нажимаете, у вас появится здесь кнопочка, после того, вы введете имя получателя, он будет на один отправить денежные средства. Нажимаете отправить, потом высвечивается панелька, которая будет висеть до тех пор, пока вы не введете код, отправленный вам по электронной почте, либо им на телефон. То есть, у нас он сейчас идет и в смс-ке на телефон, и дублируется на адрес электронной почты. Заходите на адрес электронной почты, копируете код, вставляете, нажимаете подтвердить, и после этого, денежные средства с вашего счета списываются, и идут на основной счет вашего партнера. То есть он может на эти деньги купить акции. Вывезти он их уже не может. Вы знаете, у нас денежные средства выводятся только с бонусного счета. Это мы с вами рассмотрели раздел перевод средств. Теперь заявки на вывод и настройки. То есть если мы с вами зайдем в раздел заявки на вывод, если вы заработали уже какое-то количество денежных средств, а их должно быть на бонусном счете не менее 30 долларов, потому что если будет меньше, вы не выведите, вы пишете здесь, вот здесь видите счет указан, сюда вы, здесь вы выбираете тот кошелек, который указали в разделе настройки. Как это сделать, мы с вами зайдем. У меня вот только киви кошелек. Если я захочу вывести какую-то сумму, я здесь пишу, например, 37 долларов. Мы можем написать только целое число. Нажимаю кнопку вывести. У нас в разделе здесь появится, что на такой-то кошелек, такой-то номер поступила, там сумма ваша указана, дата. И здесь будет статус стоять, что поступила заявка на вывод. То есть она будет обрабатываться в обработке. После того, как вам деньги выведут, здесь будет написано «Совершен вывод денежных средств». Теперь мы вернемся в раздел «Настройки». То есть все достаточно просто. В настройке для того, чтобы вы могли выводить денежные средства, у вас здесь должны быть добавлены реквизиты ваших платежных систем. Точнее, реквизиты в тех платежных системах, на которые мы можем выводить денежные средства. Те, которые у нас есть. В Киеве вы уже видели кошелек. Нажимаем «Добавить реквизиты». И здесь высвечивается панелька с несколькими вариантами кошельков, на которые вы можете вывести денежные средства. Первое, что вам предлагает – Visa, MasterCard. То есть вы вписываете номер карты, имей владельца, срок действия, выбираете, валютная она у вас или рублевая. Дальше. У нас есть возможность вывода денежных средств на Яндекс.Деньги. Вы выводите номер кошелька. Киеве кошелек вы видели в WebMoney кошелек. Соответственно, чтобы, скажем так, вписать сюда номер вашего WebMoney кошелька, он должен быть у вас зарегистрирован. То есть вы должны быть в этой системе. Кошелек OkPay. И вот не так давно у нас появилась система Advanced Cash. В первую очередь для тех людей, которые у нас проживают, опять же, за пределами Российской Федерации и стран СНГ. То есть рублевый Advanced Cash и долларовый Advanced Cash. Вы выбираете тот кошелек, вводите, который вам необходим, и у вас здесь появляется… Вы можете несколько кошельков себе сделать, потому что, например, вы находитесь в одной стране, вам удобно выводить денежные средства на карточку Visa, MasterCard. Вы перебрались в другую страну, неважно, путешествуете, может быть, бизнес строите, вам удобно, например, на Kiwi кошелек. Вам удобно, может быть, на Яндекс.Деньги и так далее. То есть вы здесь можете выбрать, точнее, вписать там 3-4 кошелька, а потом заказывать вывод именно на тот, которым вам удобнее пользоваться в данный момент. И в течение где-то трех суток денежные средства выводятся на ваш кошелек. Это платежные реквизиты. Если вы их добавляете, соответственно, раздел «Заявки на вывод» вам будет просто выводить денежные средства, заработанные при сотрудничестве с нами по партнерской программе компании Skyway Capital. Раздел «У нас остался инвестиций и статистика». Давайте сначала, наверное, раздел «Статистики». Если вы строите партнерскую программу, вы помните, с главной страницы нижняя левая панель, которая вращается, позволяет вам сюда перейти. Для того, чтобы информация у вас была актуальна, отражалась, скажем так, достоверно, видите, обновить надо. Здесь написано «Обновлено 17.02». Я нажимаю «Актуализировать структуру». Вращающиеся зеленые стрелочки. Сейчас все это дело провращается, прокрутится, и будет актуальна информация на сегодняшнюю дату. Соответственно, что мы здесь видим? У вас здесь отражается сводная информация по уровням, то есть первый, второй, третий уровень. Если у вас будут люди в четвертом уровне, в пятом, в глубине от вас, соответственно, здесь будет 4,5 написано, если в шестом и в седьмом, значит, и будет больше. Количество инвесторов и сумма инвестиций, на каком уровне, благодаря, скажем так, вашей деятельности, деятельности ваших партнеров. То есть, видите, общее количество участников на трех уровнях 92, и на 3,5 тысячи долларов привлечено инвестиции в этот проект. Дальше, участники по типам. Разный цвет, разная, скажем так, квалификация людей, которые находятся здесь в личном кабинете. То есть, один консультант, 7 партнеров, 7 клиентов просто, которые ничего еще не купили. И здесь товарооборот, который, скажем так, был создан консультантами, либо вашими партнерами в первом поколении. Дальше здесь идет график, в котором отражаются последние инвестиции. То есть, тут сейчас дорабатывается данный элемент. Здесь можно выбрать там либо структуру, либо продажи. То есть, посмотреть, да, нажимая на какую-то из кнопок, у вас будет сервис, опять же, прогрузится, отработает и высвечивается. Та информация, которая должна быть высвечена. Так, коллеги, ниже структуру вашей сети, опять же, да, вы можете здесь настроить фильтры, то есть, чтобы у вас, например, показывал данный сервис только тех, кто инвестировал. Вы ставите галочку здесь, да, ставите галочку здесь, соответственно, у вас будут показаны только те люди, которые купили пакеты. Я эти галочек не ставил. Вы можете посмотреть только информацию о партнеров, о консультантах, если у вас есть структуры и таковые, да, вот, а люди, скажем так, определенной квалификации, которые соответствуют маркетинг-плану нашей компании. Также здесь отражается информация слева, снова, видите, в графическом таком виде круга, да, какое количество у вас партнеров, клиентов, такое количество консультантов. В процентном соотношении в вашей структуре какое количество людей находится. Это информация по первому поколению идет. И люди, которые зарегистрированы непосредственно под вами в первом поколении, здесь даны их данные. Объем инвестиций, количество человек в их структуре. И что очень важно, напротив каждого человека есть ИС с точкой, здесь есть электронный адрес и телефон. То есть, если люди под вами зарегистрировались в интернете, вы их раньше не знали, соответственно, вы можете зайти на электронную почту, написать письмо, вы можете позвонить по телефону, если есть такая возможность, если денег хватает. Мало ли человек из другой страны. Либо очень многие люди регистрируются у нас на скайпе, это один из самых распространенных мессенджеров, внутри которого вы можете общаться. Вы можете скопировать его электронный адрес, ставить в поисковую строку скайпа, и если, скажем так, их скайп связан с этим электронным адресом, есть вероятность, что вы их в скайпе найдете. И там напишите в скайпе сообщение, что уважаемый такой-то, вы зарегистрируетесь на сайте такой-то компании, по моей реферальной ссылке, я ваш вышестоящий партнер, нужна ли помощь от меня. Это вот при добавлении. Если он вас добавит, пожалуйста, у вас выстраиваются общения. И так по каждому человеку. Если в структуре человека есть кто-то зарегистрированный еще, вот мы сейчас нажмем, появляется человек во втором уровне. Та же самая информация по каждому. Видите, электронная почта и телефоны. Если у человека, например, несколько людей зарегистрированных, видите, у вас открывается второй уровень, а во втором уровне есть еще люди, у которых тоже есть глубина. Нажимаете на них и открывается следующий уровень. И так скажем так, до максимальной глубины. То есть удобный сервис, позволяющий вам находить информацию фактически по каждому партнеру, который есть в вашей партнерской структуре. Это раздел статистика, либо раздел касаемый маркетинга. То есть вот он, статистика. Ну и теперь вернемся к разделу, который называется инвестиции. Первое, что здесь есть, это мои сертификаты. Если вы только зарегистрировались, ничего не брали, соответственно, опять же, у вас здесь везде нули, и у вас никаких сертификатов здесь быть не может. Вот тут вот. Если вы уже покупали какие-то пакеты акций, соответственно, по ним отражается номер вашего сертификата, количество акций, которые были оформлены. Сам вид сертификата компании Skyway Capital, вы можете его скачать. Если вы купили сертификат, и у вас не оформлен договор, а его нужно оформить каждому сертификату, соответственно, вам нужно будет нажать на кнопочку. Здесь оформить договор. Вы ознакомливаетесь с договором, загружаете, скажем так, необходимый комплект документов. Он достаточно простой, то есть первая фотография, точнее первая страница паспорта с фотографией, прописка, если вы живете в той стране, где документы отражают внутри себя регистрацию либо прописку. Если такового нет института, соответственно, вам необходимо будет загрузить документ, подтверждающий, что вы проживаете по такому-то адресу и оплачиваете какие-то услуги. Этого будет достаточно, чтобы подписать договор. Это раздел «Мои сертификаты». Теперь у нас есть раздел «Инвестировать». Мы заходим в раздел «Инвестировать», и здесь у нас отражается информация по тем пакетам акций, которые вы можете приобрести на сегодняшний день. В тесном сотрудничестве с компанией Skyway Capital. Итак, коллеги, я еще раз вернулся в комнату. Видно ли все то, что я говорю? Нет ли каких-то сглоев? Поставьте просто плюсики. Если да, просто вернемся. Нам осталось буквально чуть-чуть рассмотреть раздел, как мы можем проинвестировать, и потом еще на аккаунте специально созданном для демонстрации мы посмотрим, что с рассрочками происходит сейчас. Итак, я возвращаюсь снова в личный кабинет. Спасибо большое за вашу активность. Итак, коллеги, у нас здесь есть несколько возможностей. На сегодняшний день, а скоро будет новость, как я вам сказал, я ее озвучу, вы можете приобрести пакет акций, скажем так, вот здесь, разово заплатив за них определенную сумму. У нас на серо-зеленом, таком светлом фоне, есть пакеты, которые мы называем стандартные. То есть неакционные пакеты, минимальная стоимость пакета сегодня 15 долларов США, эквивалент 1155 рублей. Чтобы оформить этот пакет акций, все достаточно просто. Любой из тех, что на этом зеленом фоне, просто напротив того пакета, который вы выбираете, ну, например, стоимостью 200 долларов, мы нажимаем плюсик вот здесь. У нас здесь появляется единичка. Нам нужно перейти вниз. Здесь отражается информация, что мы выбрали пакет стоимостью 200 долларов, дисконт у него 102. Мы получаем 20 400 акций. И тут нам нужно ввести информацию. Если на счетах у нас на основном, либо на бонусном хватает средств, мы просто здесь вводим сумму необходимую. Если у вас хватает средств на акционный счет, вы накопили деньги, а вы знаете, с акционного счета у нас можно только купить акции. Соответственно, вы можете указать акционный счет и просто потом внизу, когда вы укажете с акционного суммы, она будет вписываться. Соответственно, здесь появится кнопка «Оформить». Нажимаете «Оформить» и все. Если вы имеете денежные средства на основном, на бонусном счете, у вас, например, 200 долларов, у вас там 130 долларов на основном, 100 долларов на бонусном, вы можете, скажем так, выбрав тот же пакет за 200, 130, например, с основного, 70 долларов с бонусного напишите, то же самое, нажимаете «Оформить» и у вас оформляется сразу пакет. Если у вас нули на счетах, либо, скажем так, вы указываете здесь сумму, например, 37 с бонусного, и вам не хватает 163 долларов, вы дальше можете выбрать какую-либо из платежных систем, благодаря которым хотите недостающие денежные средства заплатить за выбранный сертификат. Нажимаете кнопку, ну, например, «Яндекс.Деньги». У вас тут же появилась кнопочка «Оформить». Если мы ее сейчас нажмем, то нам предложат, скажем так, по инструкции сделать те необходимые операции, они просты, для того, чтобы перечистить деньги из кошелька «Яндекс.Деньги». заплатить за сертификат, который мы выбрали в разделе «Инвестировать». Вот здесь вот. Я сейчас вернулся, напротив 200 нажимаю «Минус». У меня появился нолик, и теперь внизу вы видите, ничего нет. То есть нету того описания, что мы выбрали пакет за 200 долларов, в нем 20 400 акций и так далее. То есть это пакеты традиционные, стандартные, да. Любой человек может выбрать, ну, по его возможностям пакеты за 15, за 30, за 60 долларов. Вы видите, да, что дисконт, уровень доходности на каждом пакете, стоящем дороже, меняется, то есть увеличивается в сторону плюса. Дальше вы сейчас видите пакеты, которые вы можете купить единоразово, их можно причислить к акционам. За 250 долларов США вы можете сразу купить пакет, в который входит 32,5 тысячи акций. Уровень доходности 130, вот если мы сравним за 200, да, если вы купите пакет уровень доходности 102, даже за 350 уровень доходности 123. У вас здесь за 250 разовый уровень доходности 32,5 тысячи, 130 раз. То есть вы приобретаете 32,5 тысячи акций. Больше, чем, ну если соизмерить, да, чем на пакете 200, ну и в принципе по дисконту, по уровню доходности он выгоднее, чем пакет за 350 долларов США. Далее у нас есть пакет, называемый юбилейный. Видите информацию, да, то есть вам будет вручена памятная монета, вы можете нажать кнопку подробности, здесь описывается, да, что из себя представляет данный пакет, какие в нем условия, то есть дисконт 1,3,3, это очень хороший дисконт, то есть вы единожды заплатив сумму 1000 долларов США, сегодня видите, у нас эквивалент 77 рублей стоит доллар в личном кабинете компании Skyway Capital, вы на выходе получаете 300 тысяч акций, вам еще в подарок будет дана юбилейная монета, отправлена по тому адресу, который вы укажете. Далее у нас есть возможность приобретения пакетов акций в рассрочку, это вот тот самый инвестиционный инструмент, который мы ввели с ноября месяца 2015 года, с конца ноября. Когда был высокий уровень доходности, у нас большое количество людей приняло участие в этой рассрочке, сегодня они ее оплачивают, кстати, для них будет новость как раз-таки, в конце тоже. Итак, коллеги, вы можете в рассрочку у нас сегодня купить акции, оплачивая в течение 10 месяцев, либо быстрее, потому что такая возможность есть, получить 32,5 тысячи акций. Фактически вы можете купить разу, помните, синий пакет, за 250 долларов, 32,5 тысячи акций, либо оплачивая частями, если у вас сразу нет такой суммы, но вы каждый месяц готовы из всего дохода, что есть у вас, у вашей семьи, 25 долларов откладывать и увеличивать портфель инвестиций в нашем проекте, пожалуйста, выбирайте пакет старта и оплачивайте в течение 10 месяцев, может быть 7, 6, вы можете быстрее это сделать. У нас есть пакет сеньор, в составе которого в итоге 65 тысяч акций, это рассрочка, которую вы оплачиваете в течение 6 месяцев и 50 долларов, она состоит из 3 блоков, то есть первые 2 месяца у вас 1 дисконт, вторые 2 месяца у вас больше дисконт, гораздо, если вы продолжаете оплачивать и третьи 2 месяца, то есть третий цикл, у вас там дисконт 1,3, там суммарный получается где-то 214, в итоге вы на выходе получаете 65 тысяч акций компания Skyway Capital. У нас есть пакет стабильный, если вы будете готовы оплачивать 100 долларов ежемесячно, в итоге вы заплатите сумму, равную 1000 долларов США и на выходе у вас будет 220 тысяч акций. И есть пакет для людей, которые как бы серьезно подходят к делу, в течение 9 месяцев они готовы оплачивать сумму 200 долларов США, компания начислит в итоге, да, за вами будет закрепляться, будет закреплено 450 тысяч акций, плюс вы еще в подарок получите 90 тысяч акций на премиальный счет, который тоже сможете оформить. То есть фактически у вас дисконт здесь очень приличный. Итак, коллеги, это те пакеты, которые у нас имеют. Чтобы оформить пакеты акций в рассрочку, вам достаточно нажать на этот большой баннер, мы нажимаем, ну в любом месте, потому что это одна единая информация, а вот тут уже, когда загружается страничка, вы выбираете тот пакет, который вам наиболее близок, который вы хотите приобрести. По каждому пакету, нажимая кнопку подробностей, вы можете прочитать условия. На каких условиях вы его приобретаете, что и когда вам будет начислено, как вам нужно платить, да, и так далее, и так далее. То есть, если вы выбираете, например, пакет стоимостью 50 долларов, да, вот выбрать, у вас высвечивается информация, что вы готовы там делать следующие действия, и предлагается оплатить данный пакет. Опять же, какую-то часть вы можете оплатить, вписать сюда сумму с бонусного счета. Кстати, по рассрочкам вы можете приобретать пакеты только с основного, либо с бонусного счета, либо с того и с того. Либо оплачивать сразу же выми деньгами благодаря тем платежным системам, которые есть в нашем личном кабинете. То есть, 50 долларов у меня, я выбрал, 37 долларов я могу с бонусного списать, а оставшиеся деньги я могу доплатить при помощи вот тех платежных систем, которые вы сейчас вот видите, я прокручиваю, есть в личном кабинете. Все те же 8 возможностей завести денежные средства, либо приобрести благодаря этим платежным системам какой-либо из пакетов акций компании Skyway Capital. Это то, что касается раздела приобретения акций в рассрочку. Если вы приобретали какие-либо пакеты акций в рассрочку, во-первых, у вас на главной странице информация, что вы купили такой-то пакет. Помните, переворачивающаяся панелька, где написано, какая у вас есть рассрочка, сколько акций за вами зарезервировано. То есть, они будут эту информацию до последнего платежа. Если вы все в срок будете делать и выплатите эту рассрочку, соответственно, вам будет оформлен этот сертификат. В случае, если вы, допустим, оплатили 1 месяц, 2 месяца, не нажали на кнопку, скажем так, в разделе моей рассрочки, вот здесь, у меня здесь пока ее нет, в тестовом аккаунте я вам покажу. Если вы не нажали, то, что вы сейчас не можете оплатить, да, вы можете перенести, кстати, по рассрочке платеж на следующий месяц, но он будет уже двоекратный. То есть, допустим, вы выбрали рассрочку на 25 месяцев, сегодня, через месяц подходит срок оплаты, вы не можете оплатить, вы просто нажимаете, скажем так, у нас есть кнопка «Отсрочить платеж на месяц», и вы увидите в табличке, которая отражается в рассрочках, раз, и сумма там будет уже не 25, а 50. И вам обязательно надо будет заплатить. была сделана первый раз, аннулируется рассрочка, деньги уходят на акционный счет, на акционный счет, и вы сможете использовать только для приобретения пакетов акций, не акционных, с тем дисконтом, который будет на тот момент. Поэтому, если вы берете на себя обязательства, берите, выполняйте их. Это то, что касается кабинета, да, партнера компании Skyway Capital. Вот, там, где что у нас находится, сейчас я остановлю трансляцию рабочего стола и проделаю одну небольшую манипуляцию для того, чтобы зайти в тестовый аккаунт и показать вам именно раздел рассрочек, чтобы это было наглядно, чтобы это было, скажем так, ну, как есть на самом деле, да. Так, коллеги, сейчас я буквально два слова, точнее, две минуты, извините. Так, ага, вот, вход загрузилось. Так, войти. Видно, слышно меня по-прежнему? Да, Руслан, запись вебинара ведется, вот, поэтому, то, что я сегодня говорил, наверняка будет сконвертировано и выложено на наш канал в YouTube. Вот, так, видно, слышно, теперь я снова нажимаю поделиться своим рабочим столом, начать трансляцию. Так, судя по всему, трансляция пошла. Вот, мы зашли в наш тестовый аккаунт, кстати, вот здесь высочена информация, что, видите, по рассрочкам, да, подходит срок оплаты платежей, перейдите в раздел мои рассрочки и оплатите их, то есть, вот такой вот красный баннер у вас будет, если вы не оплатили эту рассрочку. Дальше, вот, тут была оформлена рассрочка и здесь, видите, написано, что зарезервировано 437 тысяч акций резерв по рассрочке. Информация вот тут, общая стоимость 500, осталось 8 платежей, по 50, вот 17 уже как бы просрочено, но у нас есть промежуток времени небольшой, там, до 10 дней, в течение которого еще можно осуществить платеж, чтобы рассрочка не пропала. Вот. Дальше, все то же самое, то, что мы с вами разбирали, то есть информация в личном кабинете, но, видите, здесь есть уже информация посмотреть все рассрочки, график платежей. Вы можете здесь начать, зайти, вы можете в разделе инвестиций мои рассрочки набрать, зайти, да, и когда вы выбираете мои рассрочки, у вас появляется вот эта страничка, на которой отражается информация, привязанная к вашим рассрочкам. Вот. Вот разберем нижнюю, да, по которой идет информация, что там 500 долларов нужно заплатить и так далее. Смотрите, коллеги, то есть 17 декабря был сделан, скажем так, первый платеж, я потом показывал вебинар, когда 17 января нажал на кнопку, что отложить, и вот у меня, видите, следующий платеж двойной. То есть, и сейчас возможности, скажем так, отложить у меня нет, потому что в течение одной рассрочки вы можете трижды откладывать платеж, да, чтобы платить двойной, например, через месяц, но не подряд. То есть, я вот сейчас уже отложить не смогу, чтобы в следующем плате 150, мне нужно только заплатить. Это вот примерно, тем не менее, да. Дальше, мы можем отменить рассрочку. Вот если мы нажмем кнопку отменить рассрочку, у нас вывестится большой-большой баннер, где будет предупреждение. Если вы отмените рассрочку, то вы там лишитесь того-то, того-то, того-то. У нас некоторые люди писали, вот мы там типа случайно нажали, у нас никто ничего не предупредил, неправда. У нас сейчас сервис хорошо работает, он показывает и предупреждает вас, если вы от рассрочки решите избавиться, соответственно, извините, но деньги уйдут на акционный счет, это все будет убрано, бронь с вас будет снята, которую там вы видели вначале забронирована, соответственно, вы потеряете эту рассрочку и сможете купить только пакет с акционного счета, на который деньги упадут. Далее, здесь есть, видите, доступно на счету такое-то количество средств, то есть, в принципе, даже сейчас здесь на тестовом аккаунте, вот давайте можем, так, эту мы, наверное, не оплатим, да, вот, а если я вот сейчас перейду к этой рассрочке, да, у меня то же самое здесь предупреждение, оплатить нужно с такого-то по такое-то и 50 долларов, да, то есть фактически мы выбираем, если я сейчас сразу нажму оплатить, то пройдет оплата, здесь у меня высветится, что в следующем месяце надо будет заплатить 25, дальше, здесь есть возможность, если у вас достаточно средств на счету, если вы активно строите бизнес и знаете, что в течение месяца у вас по 25 долларов ежемесячно нужно, скажем так, оплачивать, а у вас гораздо больше приходит, например, на бонусный счет, вы можете поставить автоматическое списание в нужный срок, ставите галочку «Разрешить» и выбираете, с какого счета вам списывать, с основного либо с бонусного, да, и у вас деньги эти будут считываться с вашего кошелька, списываться автоматически и будет идти информация, что вы оплатили очередную рассрочку. Если у вас денежных средств хватает, вы можете рассрочку эту погасить досрочно. Допустим, вот сейчас такая ситуация, если у меня здесь было, например, 225 долларов, можно было выбрать все 8, да, оставшихся, нажать и оплатить. Здесь была бы сумма написана, которая необходима, то есть я мог погасить эту рассрочку досрочно. При оформлении рассрочки обязательно первый платеж делать непосредственно на стоимость этого пакета в месяц, а потом вы можете через минуту зайти и оплатить все оставшиеся, скажем так, но если вам это нужно. Еще важный момент, который я теперь хотел сказать, и теперь, наверное, мы перейдем к новостям. Я помню, что многие люди задавали вопрос, вот нам обещали, мол, когда мы оформляли первый рассрочник, когда у нас был дисконт 1,600, что когда мы их оплатим, нам будет предоставлена возможность купить в рассрочку с таким же дисконтом еще какой-либо из пакетов. Так вот, я вас хочу обрадовать, что сегодня будет подключен вечером функционал и в вашей рассрочке вот здесь, да, при условии, что вы ее оплатили, то есть если вы рассрочку оплатили, соответственно, вот здесь вот у вас будет информация, да, что рассрочка оплачена там и так далее и предложение оформить следующую рассрочку, да, вот здесь и оно вам будет предлагаться с тем дисконтом, по которому вы покупали предыдущую рассрочку. Если вы успели во время действия акции, когда дисконт был 1,600, соответственно, вы нажимаете и выбираете те пакеты, которые вам будут предложены, то есть если вы покупали пакет, например, за 25 долларов, то вам будут предложены рассрочки за 25 долларов, за 50, за 100, за 250, да, с тем дисконтом, который вот у вас был на тот момент. Если вы покупали за 50 долларов, уже больше, то вам будут предложены рассрочки стоимостью 50, 100, 250. Если вы покупали за 100, то вам будут предложены рассрочки снова оформить за 100, либо за 250. вот так будет работать эта система, она скоро будет. Работа для тех, кто уже эту рассрочку оплатил. Если вы покупали акции по рассрочке, например, 1,500, не успели, когда оно было 1,600, 550, соответственно, вы сможете купить только пакет с дисконтом 1,500. То есть, ну, это честно, потому что мы долго объявляли, долго говорили, предлагали люди, спешите, торопитесь и так далее. Кто-то думал, еще не регистрировался, думал, да ладно, все фигня, потом его осенило через 2 недели, но он зарегистрировался, когда уже был коэффициент 1,500 дисконт, соответственно, 1,500. Долго думали? Вот, это то, что будет сделано в ближайшее время, у нас будет улучшен этот функционал и введен, точнее, функционал по приобретению пакетов акций в рассрочку с тем дисконтом, который был у вас, когда вы оплачивали первую рассрочку. Вот. Итак, коллеги, тоже сейчас показал этот функционал. Я останавливаю рабочий, трансляцию рабочего стола и новость еще. Да? Не устали от новостей? Что касаемо биржи, Руслан, давайте доживем до того, как мы выйдем на мировой рынок с технологией. Вы знаете, сейчас в позитивном русле складываются условия для нас. Посмотрите обязательно две последние новости, как на сайте Skyway Capital, так и на сайте RSV Systems. Там как раз таки есть интервью с Анатолием Даровичем Юницким и Виктором Бабурином, где они рассказывают новость, касаемая как раз таки заключения экспертной комиссии Минтранса, где технологию признали инновационной. То есть, как это все было. Для тех, кто не знает, сейчас кратко скажу. Анатолий Дарович Юницкий написал письмо премьеру Российской Федерации Дмитрию Анатольевичу Медведеву, которому поблагодарил его за то, что в 2009 году он отметил данную технологию, скажем так, позитивно к этому отнесся и задал один единственный вопрос. Денег найдете на нее, типа, реализовываете. И сейчас Анатолий Дарович написал, что благодарю вас за то, что, скажем так, обратили внимание на нашу технологию и отвечаю на заданный тогда вопрос. Мы нашли деньги, сейчас мы строим экотехнопарк на территории Республики Беларусь и я приглашаю вас в конце этого года посетить экотехнопарк в момент демонстрации данного вида транспорта и убедиться лично, что данный транспорт жив, он работает и так далее. После этого специалисты Минтранса и Анатолий Дарович и Виктор Бабурин были приглашены в Москву не раз, велись переговоры и после этого Анатолий Дарович Юницкий представил технологию и вы знаете, по заключению экспертов технологию отнесли к списку инновационных технологий, которые нужно развивать и там целые, скажем так, рекомендации по согласованию, по стоимости, сравнение с теми технологиями, которые мы имеем, с комитетом, который как раз-таки занимается импортозамещением, это тоже очень важно. То есть это позитивная новость. Поэтому технология двигается, стройка продолжается. Кстати, в последней новости рассказывается о предприятии, которое будет для нас создавать металлоконструкции для экотехнопарка. Тоже прочитайте, посмотрите фотографии, где Анатолий Дарович Юницкий проводит переговоры с руководителем этого предприятия на территории Республики Беларусь. А что касаемо непосредственно развития нашего проекта и тех новостей, которые сегодня будут разосланы вам по электронным адресам, и в разделе новостей на сайте у нас вы сможете найти, я их сейчас озвучу. То есть у нас завтра появится целая череда новых пакетов в разделе инвестировать. Ну, первые, наверное, пакеты, которые я озвучу, это крупные пакеты для крупных инвесторов. В последнее время все больше у нас появляется тех, кто готов вкладывать там 5 тысяч, 10 тысяч, 15 тысяч долларов, 20 тысяч долларов. Для людей, которые, скажем так, по-серьезному уже относятся к инвестициям, к тем деньгам, которые они вкладывают, будут введены три пакета разовой покупки на сумму 5 тысяч долларов США с дисконтом 500. То есть вы можете посчитать, какое количество акций эти люди получат. дополнительно к этому пакету будет возможность выехать на территорию Экотехнопарка и осуществить посадку минного дерева, как это у нас было. Причем дерево редкой породы, да, как мы говорим. Далее, пакет за 10 тысяч долларов. Дисконт 550 раз. То есть для, опять же, дополнительно, это возможность выехать на территорию Экотехнопарка либо весной, либо осенью, осуществить посадку дерева и получить в подарок ценную монету. Точнее, юбилейную монету о закладке нулевого километра. Вы уже видели. Я думаю, кто-то уже этой монетой владеет. Третий пакет стоимостью 50 тысяч долларов. Вы знаете, да, это у нас довольно приличный пакет. Он третий снизу, если зайдете в раздел инвестиций личного кабинета. Здесь дисконт будет 1,600. И тоже посадка дерева и монета. То есть это то, что предлагается людям с серьезным отношением к миру инвестиций. Далее, у нас завтра будут появятся три пакета в рассрочку. Новые, да. Первый из них рассрочка на 2 месяца. То есть если человек готов ежемесячно инвестировать 2 месяца подряд по 500 долларов в США, то он может приобрести пакет акций с дисконтом 400. То есть, соответственно, на выходе у него будет 400 тысяч акций компании Skyway Capital. Плюс ко всему, у него будет возможность принять участие в высадке фруктовых деревьев. Это, в принципе, планируется до весной этого года. Люди, которые готовы оплачивать в итоге сумму 600 долларов, но в течение 4 месяцев по 150 долларов, получат дисконт 350. И то же самое посадка дерева. То есть тут уже без монет. И третий пакет из раздела рассрочки, который у нас появится, стоимость 480 долларов суммарно, ежемесячные инвестиции на сумму 80 долларов США, дисконт 250. То есть это все будет с завтрашнего дня. Если в вашем окружении есть люди, которые до сих пор чешут репу, я не знаю, правой ногой либо левой ногой, сомневаются в чем-то, ковыряются в носу, слушают кого-то еще помимо вас, что технологии будут развиваться или нет, для этих людей вы можете донести информацию еще раз и сказать, слушай, вот такая тракция, она не будет длиться вечно. Ты вот тогда ушами хлопал, да? И сейчас можешь, скажем так, крутить ими как вентилятором, блин, избегать там крутить головой, изображать, что у тебя, скажем так, рассеянное внимание и так далее, и так далее, а можешь, скажем, серьезно изменить свою жизнь в недалеком будущем. То есть вот эти акционные пакеты у нас появятся. Ну, я думаю, завтра все-таки на вебинаре вечером объявлю еще о введении еще одного пакета. Тоже очень интересное предложение, но, наверное, все-таки завтра. Оставлю маленькую интригу на вебинар, который завтра будет в 18 часов и называется он «Презентация компании Skyway Capital». В принципе, на этом, наверное, у меня все. Если есть какие-то вопросы, давайте их разберем. Марина, что касаемо функционала по рассрочке, как вот сегодня было общение с руководством, было информация следующая, что сегодня вечером должны этот функционал ввести в личный кабинет партнера. Увидеть его смогут только те, кто эту рассрочку оплатил. И, кстати, еще немножко добавлю, что они смогут заказать себе одну, две или три рассрочки, то есть, столько, сколько захотят. Например, были люди, которые оплатили рассрочку по 25 долларов, и вот сейчас ее оплатили. У них будет предложение в виде пакетов 25 долларов, 50 долларов, 100 долларов, 250 долларов ежемесячные рассрочки. Они могут взять и сказать, блин, денег мне насыпало немерено, бабушка наследства где-то сковырнула и мне прислала и так далее. Они могут себе три, например, расформировать рассрочки по 25 долларов. Все это можно будет сделать сегодня. Партнер оплатил пакет на 50 долларов по дисконту, 450 оплатив полностью сейчас пакет. Пожалуйста, скажите, сможет ли он взять пакет и рассрочку? Поэтому нет. Если он брал на 50 долларов, как я вам говорил, то он сможет выбрать пакет на 50, на 100, на 250. Меньше пакета вырвать будет нельзя. Ну, наверное, как бы руководство считает так, что если он заявил, что у него денег хватает на 50 долларов, ну, пусть возьмет снова на 50. А если он еще кому-то расскажет, ему еще на бонусный счет деньги упадут и он сможет рассчитываться за эту рассрочку с бонусного счета, здорово совсем. То есть, это с одной стороны возможность вам купить пакет акций, а с другой стороны потом действительно не чесать, скажем так, не задаваться вопросом, там, это что, мне две недели не есть, купить следующую пакет, оплатить рассрочки, взять и рассказать какому-то количеству людей, чтобы они приобрели пакет и вот вам на бонусном счете есть деньги, чтобы рассрочку оплачивать. То есть, это немножко активизация, мотивация к действиям каким-то и так далее. Понимаете, да? А с другой стороны, это мотивация к действиям, потому что большое количество людей вокруг вас, вы им дадите информацию, они смогут стать такими же счастливыми, как и вы, потому что стали обладателями этого пакета акций. Представляете? Олег, не могу сказать, до какого числа действовать будет новая акция, только сегодня запускаются пакеты. Почему вы спрашиваете, когда она закончится? Вот это всегда проблема у наших людей, да? Они ждут до последнего, блин, а потом говорят, о, Эврика, блин, я же забыл рассрочку купить. Покупайте сегодня, и людям сегодня рассказывайте. Не надо ждать информации, когда она кончится. Или вы только начинаете бегать и активничать, когда знаете, что вот уже кирдык, да, он поезд уже, скажем так, гудит, проводник, скажем, стучит по рукам тем, кто пытается зацепиться за вагон и так далее. Ну, давайте быть взрослыми, в конце концов. Да, Марина, если пакет был куплен сразу, то сейчас у человека, когда ведется функционал, появится таблица, то, что он рассрочку оплатил, он также нажмет на кнопку приобрести пакет в рассрочку, и у него высветятся те возможности, которые у него будут. По тому дисконту, по которому он покупал. Вот таким вот образом. Вы молодец, Олег, я не хотел вас там как-то обидеть и так далее, просто, ну, это, наверное, правильно, да, вот вы сегодня, молодец, или вчера купили пакет юбилейный. Во! Это очень здорово. Кстати, если вы будете активно развивать бизнес, если вы будете строить, скажем так, и у вас такая же сумма, например, наберется на бонусном счете на протяжении 30 дней, вот эту новость я вам завтра скажу. Я вам завтра расскажу, что это вам может дать на выходе, касаемо пакета юбилейный. Итак, коллеги, спасибо вам за то, что сегодня слушали эту информацию. Вот. Рад себя с вами сотрудничать, вот, быть полезным, хотя бы чем-то, да, обращайтесь, приходите на вебинары, приглашайте людей, которые недавно вошли в наш бизнес, да, которые, скажем, хотят разобраться с этой информацией. На завтра можете пригласить на 18 часов по Москве тех людей новых, которые хотели бы услышать об этом информацию, разобраться в нашем проекте. Возможно, какие-то ответы на вопросы они завтра получат. А может быть, после завтрашней презентации, например, они начнут активно задавать вопросы вам, да, как-то бывает, то есть часто мы слушаем именно тех, кого мы не знаем. Почему-то так устроен мир, что мы больше доверяем тем, ну, кого мы не видели, да, в процессе нашей, нашего движения по жизни. Потому что нас окружают те люди, у которых есть какие-то специальности, там, интересы, мы об этом знаем, и тут вдруг нам инвестиции какие-то предлагают, да. Лучше в этом случае передать человека кому-то другому, спонсору, если у вас есть он рядом, либо вот эти вебинары, вот таким вот образом. Итак, коллеги, спасибо еще раз за внимание, я останавливаю запись вебинара, он будет сконвертирован, выложен на YouTube. Всем хорошего вечера, у нас сегодня еще будет вебинар, вы знаете, в 19-20 часов, который будет проводить Алексей Суходоев, возможно, немного будет Сергей Сибиряков и Лариса Артамонова. Рекомендую найти ссылки, послушать информацию по технологии о последних новостях. Предполагаю, что, возможно, в этом вебинаре Сергей Сибиряков озвучит новости, касаемые то, что было в Красноярске, да. Вот, поэтому разбирайтесь в проекте, рекомендуйте его другим людям. До новых встреч. До свидания.